Добрый вечер! Как обычно в это время, новости информированы на 31 канале, в студии Оскар Мендебаев и коротко о главных событиях уходящего дня. Добрый вечер! Более 40 малоимущих и многодетных семей выселяют. И не выкидывать нас, всех людей, на улицу. Мы люди. Как получилось, что общежития, где они проживали, продали? Кто хозяин здания и есть ли выход из ситуации? Рост числа преступлений, связанных с наркотиками, вырос на 9%. Почему за последние годы это стало настоящей угрозой? Не советую никому, конечно, чтобы начинали дальше. Какие регионы в лидерах по употреблению наркотических средств? Активы на 90 миллиардов тенге вернул государству бизнесмен Кайрат Бурамбаев. Сделал он это добровольно, отмечает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Таким образом, в собственность государства предприниматель передал нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятия в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, офисные помещения и сеть фитнес-центров. Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Бурамбаева, связанного с легализацией преступного имущества. Напомним, ранее Бурамбаевым возмещен материальный ущерб в размере 14,5 миллиардов тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа. В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, дополнительно 30 миллиардов тенге предприниматель перевел в фонд поддержки инфраструктуры образования. Эти средства будут использовать для возведения школ и решения вопроса с трехмесячным обучением в стране, говорят депутаты Мужелиса. В настоящее время Кайрат Бурамбаев содержится под стражей в ожидании операционного суда по уголовному делу о хищениях при покупке российского газа. В новом Казахстане наступила то пора, когда люди добросовестно должны возвращать те активы, которые они незаконно приобрели. Те люди, которые эти деньги честно будут возвращать до последней копейки, к ним вопросов не будет. А те люди, которые будут каким-то образом, какую-то часть себе незаконно хотят оставить, этих людей в любом случае будет ждать уголовной ответственности. В Казахстане предлагают узаконить так называемых «помогаек» в центрах обслуживания населения. С такой инициативой выступила депутат от партии Аманат. По ее словам, избавиться от этой категории не удается много лет, но можно их легализовать. Казахстанцы разделились во мнении. Одни с удовольствием пользуются их услугами, другие предпочитают обращаться в цоны. При этом специалисты правительства для граждан говорят, 95% всех услуг можно получить электронно, даже не обращаясь в цоны. Анастасия Новикова продолжит тему. Легализовать «помогаек» в центрах обслуживания населения предлагает депутат Мажелиса Екатерина Смышляева. Народная избранница говорит, избавиться от них за долгие годы так и не удалось, а значит их услуги востребованы у казахстанцев. По словам депутата, сейчас в парламенте рассматривают законопроект по повышению статуса работников госкорпорации. Сама госкорпорация не имеет финансовой и юридической самостоятельности, поэтому нужно присвоить ей статус юридического лица публичного права. Это позволит наращивать коммерческий компонент, к примеру, институт «помогаек». Избавиться от них крайне затруднительно, поскольку в них есть потребность. Их нужно легализовать через дополнительные сервисы цонов. И госкорпорация могла бы зарабатывать, это было бы оказанием сервисных услуг. Казахстанцы говорят, иногда помогайки и вправду облегчают задачу, особенно тем, кто не умеет пользоваться телефоном и компьютером. Зачастую это люди старшего поколения. Но нередко такие помогайки обещают пройти в обход системы и получить госуслугу быстрее и дешевле. Правда, потом обычно оказывается, что это мошенники и ждать придется положенный по закону срок. Поэтому чаще всего люди все же обращаются напрямую в цоны. Потому что это лишние деньги для них. Зачем? Все должно быть здесь. Я всегда сюда подхожу и тут решаю свои вопросы. В государственной корпорации правительства для граждан говорят, они предоставляют 780 услуг, 95% которых можно получить удаленно, не выходя из дома через портал электронного правительства, мобильное приложение ЕГОВ и банки второго уровня. Тех, кто не ладит с техникой, могут обучить в цонах бесплатно. В каждом цоне есть сектор самообслуживания, которые люди, которые граждане не могут, которые не знающие, могут обратиться в любой цон. И там же наши сотрудники помогают, разъясняют, полную информацию дают, как получить услуги. При этом специалисты отмечают, чаще всего госуслуги бесплатные. Но есть и те, за которые придется оплатить госпошлину. Легализуют ли услуги помогая их, пока не ясно. Вопрос пока еще обсуждается. Восточно-Казахстанской области задержали руководство стройфирмы, незаконно привлекшей деньги дольщиков. Компания присвоила свыше полмиллиона тенге. Начальник предприятия взят под стражу. Расследование продолжается. И ранее в Акимате сообщали, что 23 застройщика строят дома с применением прямого бронирования квартир. Среди них и нашумевшее ТО «Дайнека». Уголовное дело расследуется областным департаментом агентства по финансовому мониторингу. Предварительно установлено, что должностные лица стройкомпании с 2021 по 2023 годы, не имея никакого разрешения, вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность, как ранее бронирование квартир. И таким образом завладели денежными средствами дольщиков на сумму 606 миллионов тенге. В данное время договоры между сторонами расторгнуты, а компания лишена лицензии. В настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений расторгнуты. Строительство не осуществляется. Действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТО прекращено. В отношении руководителя организации санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Жилищный скандал. В Алматы жильцов общежития хотят выселить, чтобы там разместить студентов. Дом, в котором они проживали много лет, перешел к колледжу моды. Куда идти людям? Дамир Анитов продолжит тему. Жильцы 43-х квартир в панике. Уже завтра они должны покинуть свои комнаты. Так написано в уведомлении. Сейчас у меня остается только или в соседний дом договориться в подвале жить. Или в соседний дом, и мы там общаемся по-соседски. Или на вокзале жить. Выяснилось, что здание дадут для студентов колледжа моды. Я сердечница, остаюсь на учете. Пожалуйста, я очень прошу еще раз осмотреть и не выкидывать нас, всех людей, на улицу. Мы люди. Если студенты дома моды, если они люди, мы, значит, тоже такие же люди, как они. И мы здесь живем не один год и не два года. Несмотря на то, что люди платят только за коммунальные услуги, они относятся к этому зданию, они как к своему собственному дому. Как видите, подъезды чистые, ничего не поломано. Ситуацию с переселением прокомментировали представители колледжа. В ноябре 2022 года был подписан указ президента. Есть требования по решению вопроса дефицита мест в общежитии для студентов. Соответственно, на основании данного указа Акиматом города Алматы в июле 2023 года вынесено постановление о передаче данного общежития в управление колледжа моды и дизайна. Тем самым мы исполняем данное постановление Акима и решаем вопрос по дефициту мест. В случае их выселения жильцы просят сотрудников Акимата помочь им с жильем. Дамир Анитов, Сергей Шуйский, Информбюро. В Казахстане могут запустить сельскую ипотеку. Депутаты Межелеса уверены, что жителям глубинки нужна отдельная жилищная программа с доступными процентными ставками. Напомню, в своем послании народу президент Казахстана поручил перезагрузить деятельность Удбасы банка. Теперь свой фокус специализированный банк должен переориентировать с областных центров на районы, моногорода и села. По мнению межелесменов, правительству сейчас стоит начать разработать новый механизм для того, чтобы сельские жители могли обзавестись новой крышей над головой. Мы, конечно, будем думать о доступной ставке, потому что ставка под 20 с лишним процентов годовых и до 56, как сейчас, то, конечно, это неприемлемо. Заработать такие деньги там невозможно. Удбасы банк аккумулировал уже у себя больше 3 триллионов тенге. И сейчас можно рассматривать вопрос, чтобы они представляли собой возможность выплаты кредитов или ипотеки тем людям, которые хотели бы приобрести жилье или смогли бы финансировать те организации, которые бы начали строить в регионах, жилье по приемлемым ценам. В Актубе, который активно застраивается все эти годы, на рынке труда особенно востребованы рабочие специальности. Не хватает каменщиков, маляров, крановщиков свыше тысячи свободных вакансий. Почему, несмотря на хорошую оплату труда, в строительстве идет не каждый. Каким должен быть человек труда, расскажет Эльмира Иржанова. 30 лет своей жизни Халмжан Киаспеков посвятил строительству. Каменщиком он начал работать еще с 90-х. Говорит, тогда и выбирать не приходилось. Нужно было зарабатывать на хлеб. Позже профессия полюбилась. На сегодня на счету жителя Актубе десятки построенных домов. В строительстве нет случайных людей, считает он. Ведь не каждый может выдержать морозы, жару и высоту, при которых приходится трудиться. Конечно, чувство радости возникает каждый раз, когда сдаем отстроенный дом. Быть строителем нелегко. Нужно внимательным быть. Сноровка нужна. И терпение, конечно. Привыкаешь с годами работать и в стужу, и в зной. За процессом работы и за безопасностью на строительном объекте следит начальник участка Денис Веремчук. Уверен, в их работе помимо профессиональных качеств важную роль играют личные. Без них не обойтись. Мы здание строим для людей. Очень большая должна быть ответственность к работе, к труду и трудолюбивость. Что касается оплаты труда строителей, она достаточно высокая. От 300 тысяч тенгет до миллиона за месяц получают работники одной из крупных компаний Актубе, которая строит качественные дома. Люди в ней трудятся целыми поколениями. Плюс-минус 300 тысяч – это ориентир. Но у строителей, у каменщиков зарплата сдельная. Чем больше выполнят, тем больше денег получат. Илья Аканоненко сам представляет третье поколение строителей. В их большой семье уверены, если строить, то на совесть и чтобы было во благо людям. Эльмира Ержанова, Замат Кубегенов, Информбюро, Актубе. Там же в Актубе разгорелся скандал вокруг строительства супермаркета напротив многоэтажного дома. Жильцы против того, чтобы новый объект закрывал ему окна и мешал проезду пожарной машины. Что ответили на протест людей в отделе архитектуры, где выдали разрешение на строительство, узнавали наши корреспонденты. Вот трещина в результате чего. Я думаю, может быть, это трещина в результате чего. В Актубе жители 117-ти квартирного дома на днях узнали, что прямо перед ними начали возводить супермаркет. Говорят, разрешение на стройку не давали. Наоборот, собрали подписи с требованием отменить ее. Ведь если магазин высотой 8 метров построят, квартиры на нижних этажах останутся без дневного света, жалуются собравшиеся. 83% уже есть против. Тут еще хуже все будет. И тараканы, и крысы, и вот этот шум весь, и постоянный гул. Проживаю на третьем этаже, тоже самое у меня окна смотрят в одну сторону. 8,5 метров, это, считай, до 4-5 этажа с козырьком вместе будут закрывать. В отделе архитектуры, где выдали разрешение на застройку, говорят, что нарушений у компании нет. Якобы разрешение от жильцов есть, да и все нормы соблюдены. От существующего жилого дома у них расстояние 12 метров. То есть соответствует нормам строительства. На руках у заказчика имеется протокол собрания с согласиями с жильцами не менее 70%. С данными Акимата люди не согласны. Говорят, лично замеры делали и расстояние от дома до магазина всего 6 метров. Жильцы намерены и дальше отстаивать свою позицию и собираются подавать в суд коллективное исковое заявление. Вместо магазина они требуют от властей сделать им лучше спортивную площадку. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, Информбюро, Актубе. Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. 1300 правонарушений, связанных с наркотиками, было зарегистрировано с начала года. По сравнению с прошлым годом рост составил почти 9%. Все больше молодых людей становится зависимыми от синтетического дурмана. Избавиться от этого недуга почти невозможно. Елман Рейнбеков с подробностями. Наркотики стали главной угрозой для молодого поколения. Больше всего правонарушения от наркоманов в Алматы. 184 факта. Почти на 100 случаев больше, чем в прошлом году. Также в антилидерах Астана, Костанайская и Жамбылской области. Они ломают свою судьбу, потому что, если пациент употребляет, как говорил, нужны финансы, они переходят на различные кражи, мелкое хулиганство, разбой, что влечет за собой в любом случае какую-то ответственность. Им очень тяжело вернуться к нормальному образу жизни. И самое страшное – наркоманить начинать даже в 15-летнем возрасте. 40-летний пациент алматинского наркодиспансера в далеком 1998 году, будучи учеником 9 класса, попробовал героин и сразу стал зависимым. В 35 лет перешел на синтетический наркотик скорость. А это даже страшнее героина, утверждает он. У него не осталось друзей, родственники отвернулись, семью не создавал, образования нет, заработал гепатит. И в общей сложности 10 лет провел за решеткой. Не советую никому, конечно, чтобы начинали даже. Ни мифедрон, ни скорость, ни героин. Вообще, лучший спорт и нормальный образ жизни, работа, семья. Подобная история в стенах наркодиспансера может поделиться каждый пациент. Все когда-то начинали ради баловства, но сами того не замечая, привыкли. Выбраться почти невозможно. В настоящее время самые опасные наркотики – это синтетические наркотики, всем известная скорость, мифедрон. Опасность их заключается в том, что они, во-первых, легко доступные. Во-вторых, последствия от их употребления бывают тяжелые. То есть развивается психоз. Ужесточение закона не отпугивает преступников и наркозависимых. Поэтому нужно заботиться и следить за окружением близких с малых лет, говорят эксперты. Елеман Раймбеков, Сергей Шуйский, Информбюро. Время выбирать. В Казахстане стартует кампания по прикреплению в поликлинике. Как закрепиться за медучреждением, которое вам нравится? Корреспонденты портала Информбюро подготовили материал. Пройдя по QR-коду, вы узнаете, в каких случаях вам могут отказать. Нужно обращаться в поликлинику и какие документы вам потребуются. Продолжаем выпуск. Университет имени Ханыша Садпаева встречает первокурсников, военнослужащих. Студенты, отслужившие в армии, поступили по льготной программе без сдачи ЕНТ. Возможности уже воспользовались более 600 молодых людей по всей стране. Как работает программа «Срочники 2.0» и что нужно, чтобы поступить в ВУЗ без тестирования, со студентами в погонах встретились наши корреспонденты. Медец Саханов отслужил в инженерно-саперных войсках. На гражданке воспользовался шансом и поступил на геолога. Признается, этой профессией увлекся в армии. Как-то раз я увидел в армии на полигоне, как работают геологи. И захотел обучаться этой профессии. После окончания срочной службы я поступил в университет имени Ханыша Садпаева. Пилотный проект образовательных льгот для отслуживших в армии в Минобороне начали внедрять в прошлом году. И 1 сентября приступили к обучению первые участники программы – 604 человека. Более 70 вузов подписали соглашение с Министерством обороны по предоставлению льготного образования. Марпех Раушанбек Улас тоже нашел специальность по душе. Доволен, что в вузе есть и военная кафедра. Бывших срочников ждут офицерские звания. «В данный момент я учусь в университете имени Садпаева на специальности, о которой мечтал. Помог сертификат Министерства обороны. Своё будущее я хотел бы связать с военной службой». Такие сертификаты оформляются через информационную систему срочники 2.0 на портале Минобороны. На сегодня там зарегистрировано более 38 тысяч срочников. Учебные квоты для призывников осени прошлого года будут распределять уже в октябре-ноябре. А сейчас регистрируют солдат весеннего призыва. Сертификаты действительны целых два года. «Министерство обороны выступило с очень интересной инициативой. Они предложили тем, кто отслужил, хорошо отслужил, и кому дают рекомендации свои командиры воинских частей, им без ИНТ поступать в УЗИ на бесплатные гранты». Пока в проекте участвуют Минобороны, Нацгвардия и Служба государственной охраны. А в перспективе к программе «Срочники 2.0» подключатся погранслужба КНБ и Министерство по ЧС. Сборная Казахстана по теннису начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса. Наша команда 16 и 17 сентября встретятся в Болгарской Софии с хозяевами корта. В квалификационном матче решится судьба путевок на командный чемпионат мира. Звезды нашей сборной настроены отвоевать место в группе сильнейших. «Поскольку мы играем в гостях, опять же у них будет преимущество, это их условия. Тут не так просто играть на данный момент, нам еще есть высота. Мы приехали заранее, адаптируемся». Теннисисты уже приступили к тренировкам на кортах Национального теннисного центра в столице Болгарии. Наш флаг будут защищать Александр Недовесов, Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Александр Бублик. Александр Недовесов недавно выиграл свой первый в карьере титул уровня ATP 250. Причем именно на грунтовом покрытии. От первого номера казахстанской сборной в парном разряде на предстоящем турнире зависит очень много. «Это дополнительный груз ответственности, но в то же время и, скажем так, и плод этот сладок более. Потому что когда приносишь победу на таком уровне, команде, стране, понятное дело, это также особенные ощущения». Продолжение следует...